Инновационный полигон КНИТУ проводит конкурс молодежных инновационных проектов. Дружба вопреки расстояниям. В КФУ стартовала конференция «Россия-Китай. История и культура». Двойной праздник. В КФУ отметили День пожилых и День учителя. Поговорим о Поднебесной. В эти дни в Казанском федеральном собрались многие поклонники и исследователи Великой Восточной Державы. Здесь стартовала международная конференция «Россия-Китай. История и культура». Подробности у Александра Александрова. Между Казанью и Пекином более 5000 километров. Расстояние даже по сегодняшним меркам колоссальное. Поэтому задача сблизить два этих города из разряда невыполнимых. Но здесь, в Казанском федеральном, с ней успешно справляется уже более двух столетий. А заслуги казанских востоковедов признают по всему миру. И растущий из года в год интерес к международной конференции «Россия-Китай. История и культура» яркое тому подтверждение. В этом году в старейшей школе Китая-Ведения в России собрались участники из Америки, стран Европы и СНГ, Турции, Индии, Китая и, конечно же, многих российских городов. Кто-то участвует в конференции впервые, кому-то посчастливилось бывать в Казани и ранее, кому-то интересна история, а кого-то манят культура и философия. Однако и тех, и других, и третьих сюда привела жажда новых знаний. Отношения России и Китая сегодня имеют очень высокое значение для развития международной политики в целом. Мне это интересно, поэтому, когда появилась возможность познакомиться с первой в России школой Китая-Ведения, я не смог отказаться. Это же бесценный опыт. Подобные конференции очень важны, так как они объединяют многих людей, которые интересуются данной темой и продвигают исследования китайской культуры, истории. Проезжают люди из Америки, проезжают люди из Европы. И что интересно, как бы далеко эти люди не жили от России, эти люди занимаются изучением взаимоотношений России и Китая, изучают китайскую культуру и, соответственно, очень хорошо разбираются в этом. Это уникальный шанс пообщаться с ними, узнать что-то из первых рук. Конференция «Россия-Китай» действительно задумывалась как площадка для обмена опытом. Прежде всего, между китайской и российской сторонами. Почетными гостями на каждой конференции становятся ученые ведущих китайских вузов, со многими из которых Казанский федеральный связывает очень теплые отношения. Для меня большая честь приехать в ваш город с богатой историей и не менее знаменитым университетом. Наши вузы давно сотрудничают, и эту конференцию мы с вами с первых дней проводим вместе. За это время наша дружба только окрепла, и я надеюсь, так будет дальше. Форум китай-ведов, приуроченный к 200-летию Казанского федерального, обещает стать одним из самых интересных и насыщенных. Александр Александров, Руслан Урманов, Универньюс. Человечество не может знать будущее наперед, но одно известно точно. Оно за теми, кто увлекается наукой, разработками и инновациями, то есть молодежью, студентами и школьниками. Именно последние стали участниками третьего республиканского конкурса «Татарстан. Территория будущего», проводимого совместно с КНИТУ. Что будут разрабатывать юные ученые в течение полугода, смотри в сюжете Алены Липиной. Республиканский конкурс молодежных инновационных проектов предоставил возможность юным талантливым ребятам еще на этапе школьной скамьи заняться реальной исследовательской работой и разработать собственный проект. Конкурс «Татарстан. Территория будущего» проводится уже третий раз совместно с КНИТУ и Технополисом «Химград». Формируются школьные команды, которые под руководством экспертов Технологического университета разрабатывают одну из очень наукоемких, серьезных проблем, скажем так, нашего с вами бытия. Мы не просто отбираем школьников, мы создаем среду, в которой они, собственно говоря, делают первые шаги не только в науку, в научные исследования, но и в то, что называется коммерциализация. То есть это попытка создать проект, который имеет какое-то прикладное значение. Сегодня участники познакомились с выступлениями экспертов, обозначили сферы своих интересов и уже потом их ждет курс теоретического обучения, бизнес-дни с партнерами конкурса и уже далее защита проектов. В целом конкурс длится полгода, четыре этапа. За это время участники повышают качество своих научных работ. Что такое бизнес-день? Это целый день, когда они общаются с действующими бизнесменами, пытаются подгрузиться в сферу тех интересов, которые, скажем, обслуживают этот вид бизнеса. А даже по наименованиям понятно, что это самый инновационный бизнес. Они пытаются получить от этих экспертов очень важную для себя актуальную информацию. Разработать действующую бизнес-модель в рамках конкурса могут школьники 8-11 классов. Направление разработок – обширные материалы, технологии, коммуникации, среда обитания. И пока взрослые думают, за что взяться, молодежь уже строит будущее. Нас привлекло то, что это проектная работа. И мы хотим набрать опыт для дальнейшего участия в мероприятиях Химграда. Лично я хочу получить новое знание, как сделать свой проект. Мы уже с учителем подготавливаем его. И хотелось бы более углубленно понять, как это и что с ним сделать. В марте победители будут объявлены в номинациях «Лучший инновационный проект», «Лучший инновационный идея» и «Лучший инновационный решение». Будущее – это молодые, активные ребята, которые не боятся совершать ошибки и используют весь свой потенциал. Алена Липина, Русан Урозаев, Универньюз. Каждый день в мире происходят всевозможные научные открытия, а ученые со всего мира проводят различные исследования. Какие новости в мире науки – узнаем от Ролины Киряевой. По уже устоявшейся традиции начнем с новостей науки в мире. Группа европейских исследователей под руководством Барбары Мацалай работает над созданием роботов-растений. В центре внимания ученых оказались корни, которые обладают уникальными природными способностями вести разведку и прокладывать свой путь сквозь неоднородный грунт, меняя по мере необходимости направление роста. Новый проект получил название «Плантоид». А в России инновационный лекарственный препарат против болезни Паркинсона разрабатывают совместно ученые из Томска и Новосибирска. Текущие испытания подтвердили, что новый препарат, в основе которого молекулы с новым механизмом действия, превосходят большинство существующих средств по эффективности и безопасности, успешно снимают симптомы, связанные с нарушениями поведения и двигательных функций больных. И в заключении в Татарстане. Казанский федеральный университет научит сотрудников Бахчисарайской районной госадминистрации Крыма развитию территории в условиях нормативно-правового поля России. Программа повышения квалификации позволит сотрудникам администрации сформировать дорожную карту развития района. С темой стратегического планирования развития сельских и городских поселений муниципального района выступила замминистра экономики Республики Татарстан Марат Шерифулин. А на этом все. В Казанском федеральном продолжается декада пожилых людей. В Институте филологии и межкультурной коммуникации ее всегда отмечают с размахом. В этом году праздничный концерт посвятили сразу двум октябрьским праздникам – Дню пожилых людей и Дню учителя. Стать планоправными зрителями концерта смогли сразу три поколения учителей. Это студенты-педагоги, их преподаватели и старшее поколение, ушедшее на заслуженный отдых. Молодость и опыт нашли компромисс не только в зале, но и на сцене. Такая гармония придала празднику особую атмосферу. Улыбки и радость на лицах были истинными, а поздравления – искренними. Когда поздравлять берутся учителя, получается шоу. Что ни номер – шедевр, что ни выступление – откровение. Лучшая благодарность для выступающих – апподисменты. В этот вечер овации не затихали ни на минуту. Но здесь звездам сцены удалось самое настоящее чудо. В какой-то момент граница между старшим и молодым поколениями попросту стерлась. И на сцене, и в зале бок о бок веселились студенты, его преподаватели, ученики, наставник, дедушка и внук. Главная цель была достигнута. День учителя – это святой праздник. День матери, день учителя должно праздноваться в больших масштабах. Конечно, у нас в республике это очень высоко поставленный праздник, празднуется. И вот мы решили в институте тоже праздновать день учителя, потому что мы готовим будущих учителей. Чтобы они видели, знали, что есть международный день учителя. Добрые традиции в подготовке учителей, безусловно, нужны. И когда их закладывают так ярко, они должны остаться надолго. Александр Александров, Руслан Мурманов, Универньюс. А следующий сюжет мы решили оставить без комментариев. Как прошла презентация радио «Ура! В Казани» смотрите прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok На сегодня у меня все. Смотри нас каждый день и будь в курсе самых последних новостей Казанского Федерального Университета. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok